Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru У меня на столе лежит модем Huawei 3372H В общем-то это ничем не примечательный модем, он продается во всех салонах МТС И в общем-то у других операторов он тоже продает спокойно Разблокируем мы давно любые версии, которые у нас были Но последняя прошивка, а именно 21315.01.000.43 Вот как раз она у меня установлена Она не позволяет считать данные для вычисления Encrypted Block В принципе данную прошивку ни на что нельзя сменить И им надо прибегнуть к небольшому вмешательству Именно о разблокировке модема с этой версией прошивки и пойдет дальше речь Также существует модем у мегафона 21200.07.01.209 Данную прошивку есть возможность сменить Но в принципе данный способ разблокировки также подходит В общем-то мы удостоверились в том, какая у нас стоит версия прошивки И давайте приступим к его разблокировке Нам потребуется архив Ссылка на этот архив находится в описании к данному видео В архиве лежат драйвера для модемов Huawei У меня они уже стоят и ставятся они очень легко Далее принимаю готово Потом нам пригодится сама программа вычитывания кода А также здесь лежат два обновления на винду И некий архив, который называется BOSS Solution Это необходимо для правильного определения модема На операционной системе Windows 8.1 На самом деле это одно обновление Просто под различную разрядность 32-битная версия и 64-битная версия Разрядность своей операционной системы можно посмотреть в свойствах компьютера Как вы видите, у меня 64-битная версия После того, как обновление стоит Применяем патч реестра из архива BOSS Solution Без этого обновления он у вас просто-напросто не применится И работать не будет Я его сейчас намеренно применять не буду Чтобы мы потом увидели Как эта ошибка, в общем-то, выглядит И, в общем-то, все подготовительные мероприятия у нас завершены Далее В отличие от роутера MR100DF3 От мегафона модем разбирать не требуется Так как конструкция модема позволяет замкнуть нужную нам точку Без какой-либо разборки В общем, где она находится Взяв модем, когда у нас смотрят Два отверстия с USB разъема и наклейка с EMA на слоте Под сим-картой мы видим некие точки Естественно, на монтаже я вам сейчас покажу фотографию Как они выглядят на самом деле и какую нам надо замкнуть Нам надо замкнуть самую правую И замкнуть эту точку на землю То есть одним концом куска проволоки, провода, жилы из витой пары Мы должны коснуться этой точки И вторым куском корпуса, по правильному, который называется земля В качестве земли у нас будет выступать USB разъем В принципе, если вы человек легкий на подъем, то данный модем легко разбирается И вы можете замкнуть эту точку более удобнее Но я вам покажу способ без разборки Давайте это сделаем В общем, я взял для того, чтобы это все красиво снять USB удлинитель Другим концом я воткнул его в компьютер Теперь я его вытнул из компьютера Каким-то образом, желательно поудобнее Сделаем так, чтобы один конец проволоки у нас соприкасался с USB разъемом Как мы это сделали Подключаем Модем к нашему удлинителю Но в вашем случае это делать напрямую в компьютер Другой рукой нацеливаемся на нужную точку В принципе, там кроме нее ничего нет Поэтому что-то сломать там будет довольно проблематично На самом деле, вы их будете видеть две Нам нужна та, которая гораздо правее Как только мы это сделали Второй рукой втыкаем модем в компьютер Запускаем диспетчер устройств И если в портах Коми ЛПТ у нас появился нужный ком-порт А сам модем не определился То все хорошо В нашем случае у нас все плохо Модем у нас определился полностью И запустился дашборд Это означает, что мы замкнули что-то неправильно И надо повторить В общем-то, у меня получилось с третьего раза У меня появилось неопознанное устройство Это произошло как раз из-за того, что я не применил Патча реестра Босс Солюшен Вот я его применяю После того, как я его применил Нам нужно замкнуть Тестпоинт на землю еще раз На этот раз у нас уже все получилось с первого раза И если мы все сделали правильно У нас появится всего лишь одно устройство в компортах Huawei Mobile Connect 3G PC UI интерфейс Если она у нас появилась То запускаем программу Huawei 2015 Code Reader Нажимаем на кнопочку под номером 1 Если у нас порт определился как Boot 3G Значит мы все сделали правильно После этого нажимаем На кнопку слева от кнопки под номером 2 И указываем путь к аварийному загрузчику Наш модем в оригинале называется Huawei 3372H Выбираем нужный загрузчик И нажимаем на кнопку под номером 2 Которая называется Load Как мы видим у нас возникла ошибка Скорее всего это из-за того, что запущен родной Connect Manager Мы его закрыли И попробуем нажать на кнопку Load второй раз И как мы видим загрузка аварийного загрузчика пошла Это означает, что на данный момент все у нас сделано правильно После того, как загрузка у нас прошла Модем перезагрузится и уже появится тремя устройствами Это будет два компорта и сам модем Если он у нас так определился, то все хорошо Снова нажимаем на кнопку под номером 1 У нас должен быть выбран 3G модем Обычно он выбирается автоматически И после этого нажимаем на кнопку Read Идет процесс чтения данных Если он у нас завершился успешно, то у нас отобразится Имей, серийный номер, статус его в нашем случае заблокированы 10 попыток Ну и название модема Если вы все сделали правильно, то у вас все будет так же, в принципе, как и у меня После этого нажимаем на кнопку под номером 4, которая называется процесс И сейчас пошел процесс вычитывания Encrypted Block Обычно процесс занимает по времени до 5 минут И вот, в общем-то, он у нас завершился И у нас появился Encrypted Block Все Самая сложная часть разблокировки позади И осталось только получить код разблокировки Для получения кода разблокировки нам нужно зайти на страничку с товаром Ссылка на страничку с товаром находится в описании к данному видеоролику После этого ознакомиться с инструкцией для получения товара В частности, нам надо убедиться, что модем у нас действительно просит код Если все прочитано и все понятно, то переходим дальше Если не все понятно, то достаточно задать вопрос продавцу Далее выбираем способ оплаты Соглашаемся с правилами покупки товаров И нажимаем на кнопочку «Купить сейчас» Далее вводим адрес электронной почты И нажимаем на кнопку «Продолжить» В зависимости от выбранного способа оплаты Вас переадресует на платежный шлюз, где эту оплату вы должны произвести Я оплачиваю при помощи WebMoney Вы, к примеру, можете оплатить со счета мобильного телефона Там у вас уже появятся немного другие странички Если вы будете платить с карты, там, естественно, другие Но там все достаточно понятно И главное следовать инструкциям Также у каждого продавца, точнее у каждого платежного шлюза Есть кнопка «Вернуться к продавцу» Нажав на которую мы попадаем на форму, где нам нужно заполнить данные Если по какой-то причине данная кнопка потерялась, вы ее не нашли Или у вас все выключилось, то ничего страшного в этом нет Достаточно проверить ящик электронной почты, который мы указывали на старте покупки И перейти по ссылке в письме от сервиса «Оплата.Инфо» Где мы попадаем на такую же форму Там нам стоит ввести еще раз адрес электронной почты E-mail модема E-mail модема можно скопировать из программы И это будет самый точный вариант После этого копируем Encrypted Block Encrypted Block находится ближе к концу Между полями Begin Encrypted Block и End Encrypted Block Копируем его И модель модема в произвольной форме Я даже тоже скопирую ее отсюда После того, как мы все заполнили Еще раз проверили Нажимаем на кнопку «Отправить» И мы получаем код разблокировки Далее я приготовил сим-карту чужого оператора В моем случае это Beeline Через два переходника я ее вставляю И после этого перезагружаю модем В принципе, нам уже эта проволока ничем не пригодится Не обращайте внимания на надпись «Мегафон» Сим-карта Beeline на самом деле И запустился Connect Manager Который, в общем-то, просит ввести нас код разблокировки И просто-напросто копируем его с площадки Нажимаем на «Ок» Как мы видим, никакой ошибки у нас не высветилось И осталось только дождаться того момента Когда модем зарегистрируется в сети С учетом того, что студия у нас находится Очень даже в не совсем досягаемом месте для радиосигнала Модем у нас успешно зарегистрировался Давайте даже попробуем отключиться от Wi-Fi И подключиться к нашему 3G-подключению Как мы видим, это нам тоже удалось Можно попробовать зайти на Speedtest И посмотреть IP-адрес нашего провайдера Как мы видим, провайдер у нас в Ampel.com А это как раз владелец товарного знака Beeline И даже можно проверить скорость Ну, в общем-то, мы видим, что интернет у нас работает Может, и не совсем радужно Но мы как раз и разблокируем модем для того, чтобы попробовать других операторов Без покупки дополнительных железок Также вполне успешно в данном модеме может заработать и сим-карта Yota Только для модема Ну, в общем-то, давайте подведем небольшой итог и то, что мы сделали Для начала нам нужно скачать архив Установить обновление на систему Если оно установлено не через центр обновления Windows Применить патч Boss Solution Запустить программу Huawei 2015 Code Reader Замкнуть волшебную точку на землю Фотографии платы без корпуса вы видели И точку, которую замыкать, также, я думаю, успешно увидели Если все нормально, то загрузить аварийный загрузчик После чего вычитать Encrypted Block После вычитывания Encrypted Block'а Приобрести товар и ввести код разблокировки В общем-то, все у нас заняло около 20 минут На деле мы больше разговаривали, чем занимались делом Ну вот и все С вами был Антон Один из администраторов 3ginfo.ru Совместно с порталом unlocklab.ru Приходите к нам за разблокировкой Мы умеем разблокировать очень много устройств в России и за ее пределами И до скорых встреч!